Его разыщет, может, наконец, и добрым словом вспомнится Семён. Не как Растяпа, а как Купидон, соединитель любящих сердец. Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить... Саманточку, Руталенки, неоплатный долг, погнали! А что за лего, что это такое? Майнкрафт в коробке, строить там любое. Майнкрафт? Вроде цемента, это что-то. Хотя нет, из цемента вертолёты. Из грязи, если нужно точным быть. Из грязи хочешь остров прикупить? Конструктор, вспомнил слово, наконец! Довёз ты нас до места, молодец! Вот остров твой, и грязи тут хватает. Твои мечты без склада исполняет. Волшебник тутошний, а может, Джин? Которому теперь ты властелин? Раз так, то загадаю что другое. И я хочу. Дозволено такое? Конечно! Пробуй, но чего же нет? Гадала уж, не видела ответ. На этот раз увидишь непременно. Смотри, какой вокруг вид обалденный! Жаль, любоваться времени и нет. Пора лопатой несть пейзажу вред. Начну копать туда-отсюда вот. Пока кладцам нам в руки не придёт. Тут звякнуло! Похоже, наш сундук! Сейчас к тебе я подкопаюсь, друг! А не, смотри, простая банка эта. Возьмём, раз больше ничего тут нету. За грязью содержимого не видно. Так этот клад и есть твой? Вот обидно. Ну, хоть нашли, а то копать устал. Ещё пред пьесой спину надорвал. Скорее открывай чего томить. Не так-то просто крышку открутить. Ведь амфоросия не герметично. Часть крышки кем-то съедена частично. Вот крышка поддалась и вуаля. А в нашей банке целая нихуя. Доверху земля. Фигура шахмат. Это ферзь понурый. Когда-то чёрный, а поныне бурый. Так чему такая нам посылка? Наверное, к осилю тут отсылка. А кроме, что-нибудь ещё там есть? Копнём поглубже. Вижу, лупа есть. Монеток пара, зуб и шарик тоже. Не сильно на сокровища похоже. Постой, теперь письмо. Давай читать. Конверт прогнил, но можно разобрать. Открыть в эпоху мира во всем мире. Ещё чего, карман держите шире. Смотрю, привет вам будущего людям. Не мне письмо? Пожалуй, нет. Забудем. Мы пионеры лагеря Совёнок. Никита Олька Стёпа Фрец Опёнок. Абрам Иванович передал... Предал уговор. Бинокль зажал потомкам. Вот позор. Поскольку он еврей, с него и спрос. За жадность получил от Стёпки в нос. Но нации здесь все равны вовек. И чтоб Абраши не было обидно, Поноса получил и Турсунбек. А он-то за что? Да так технично ничего не видно. А в будущем и скоренен расизм. И смотрится весь лагерь как один. Большой этнокультурный организм. Чем я рад, как не совсем блондин. И всё же мучает меня вопрос. Куда все нацменьшинства подевались? Или пропасть рискую сону в нос? Проблемы, что мне в сущности не сдались. Не замечаешь, может, мне читать? Читай, не буду перебивать. Вам вещи, положите их в музей. Чтоб помнили из прошлого детей. Могли бы к нам сквозь время прилететь. И сможете в бинокль вы посмотреть. А мы же здесь торжественно клянемся. Его скорее приблизить со всех сил. Иначе в гости мы вас не дождёмся. И не получите вы наш посыл. Там подпись дата 72. Что скажешь? Подушили клад такой. Конечно же. Всё это очень мило. Когда-то я сама такое зарыла. Посмотрим в банке, что ещё осталось. С десяток слайдов порченая жалость. Нет, погоди, один всё же сохранился. На Ольку похоже. Смотри-ка, кто у нас тут объявился. Ну надо же, привет нам от вожатой. Да внешней гости она тут. Завсегдатой. Что интересно мне с другими стало. У взрослых тяга к лагерю пропала? Мы можем прямо у неё спросить. Настало время и обратно плыть. Ну вот смотри. Ещё одна находка. Сырой земли комок? А нет, заколка. Наверное, её возьмём с собой. А остальное закопать обратно. Ну, кроме слайдов и письма. Понятно. Жаль, до сегодня не дожили вещи. Что ж, время не щадит. Ничто не вечно. Вот бережно уложены находки. Настал момент вернуться к нашей лодке. Уже на тех детей мы не похожи. Вот ценности от сердца оторвём. И для потомков на потом положим. Уже мы... Уже мы и не думаем о том. А у меня и ценностей-то нет. Желаешь тоже написать завет? Я не к тому. Те верили во что-то. Положен это детям желторотом. Да будто ты не верила сама. Не помню. В голове как пелена. А вспомнить бы мне детские мечты. Узнать бы, что я думала тогда. Как... Когда такой... Деревь... Блядь, что? Когда такое деревье высоты. И жуткой глубины такой вода. И было на душе всегда тепло. И к будущему светлому вело. Сейчас как будто вовсе нет его. И от него не нужно ничего. Походу, Танахандру тебя настроил. Надеюсь, что не зря его устроил. Нет-нет, всё хорошо и даже слишком. Поэтому немного и раскисло. Тут Лена попыталась улыбнуться. Забудь, приплыли мы. Пора вернуться. До ужина сижу в библиотеке. А Ольге отнести находку века? А нет нужды. Она и так идёт. Сейчас мне за отлучку попадёт. Доверенный кружок сегодня что-то. Спонтанно перешёл в режим работы. Весьма свободный. Но оно понятно. Сегодня день особый. Так что ладно. Не грех порой по делу отойти. Послание, чтобы с прошлого найти. Вот, посмотрите, что у нас для вас. Что тут за грязь? Да ты и сам чумас. Любимая заколка. Не иначе. Ну что ж вы. По сюжету в этом месте вожатая растрогалась и плачет. И посвящает Тодо нашей чести. То не моё. Верни туда, где взял. Плыви и закопай, как откопал. А вы, выходит, вещь свою узнали. Вот дети надоедливые стали. Ты понял, верно. Эту вещь я знаю. Однако видеть вовсе не желаю. Ещё письмо и карточка, взгляните. Что за обрывки это? Погодите. Так это я, малышка. Но и но. Теперь припоминаю, что к чему. Смотрю на фото и... Могу вернуться. Теперь я эти вещи сохраню. В чём логика, блять? Она сразу узнала, но не захотела видеть. Простите, что была резко, родные. Печальные из памяти моменты. Мои воспоминания дурные. Но всё равно мои вам комплименты. А что насчёт других ребят в письме? Ну, как узнаешь, сообщи мне. Серьёзно. Я не слышала про них. Кроме Никита, тот ещё был псих. По плечи лохма. Позже борода. Никита Литвинков был джигурда. Он не любил тут быть, но приезжал. Как будто бы его тянули силой. Активный парень многих тем достал. В компании всегда был заводилой. Однажды был вожатым, как узнала. И вдруг удрал. В тот год не приезжала. Звучит, как будто всё он ради вас. Ты выдумщик. Совсем не знаешь нас. Но знаю, как одно с другим сложить. Ваш кавалер... Открыться не решился. С того, что в ваших чувствах усомнился. Не прав он был, рискну предположить. Вам, молодёжь, бы надо уяснить. Что парню с девушкой так просто так. И не зазорно просто рядом быть. Приличий не переходя никак. Что к большему в итоге не приводит. Без чувств же ничего не происходит. Куда уж лучше этой новой моды. Чуть познакомились, уже сошлись. Душа черствеет от такой свободы. Она одна. Не с каждым ей делись. Я с Ольгой Дмитриевной тут согласна. Любя не должно... Не должно чувствовать сомнений. Превозносили бы любовью... Любовь напрасно. Родись она из каждых отношений. Я заболталась с вами хорошо. Но не оглянёшься, как день прошёл. За экскурс в прошлое благодарю. Жаль только, сохранилось маловато. Пора бежать уже, как посмотрю. Увидимся за ужином, ребята. Нашли больное место у вожатой. Наверное, теперь ей грустновато. Возможно, зря эту тему поднимал. Напротив, истинный момент настал. Его разыщет, может, наконец. И добрым словом вспомнится Семён. Не как Растяпа, а как Купидон. Соединитель любящих сердец. Но мне закалка больше интересна. Есть в ней какой-то вот блеск мрачной тайны. Других девчонок нет, как нам известно. Нет, здесь наверняка исход печальный. Есть у меня забавный вариант. Заколка-то Никиты. Экий франт. Подарок Оли? Что же закопали? Его девчонки мало занимали. И в этом для печали повод ровно. Выдумывать такое, как не скромно. А если про тебя вдруг сплетни пустят? Ты не из тех, кто шансы не упустит. Я ведь сам поднял вопросы декаданса. Какие это я теряю шансы? Сама решила. Кто-то говорил? Не отвечай. Я просто пошутил. Ой, баран. С тобой могу я это обсуждать. Не станешь верно слухи распускать. Ты говоришь обычно деликатно. Не вспомнил ты про мой поступок злобный. И хоть великодушие приятно, от этой темы мне не быть свободной. Ты утром предлагал ее закрыть. Но разве можно просто так забыть? Вернулись к драме той в библиотеке? Что ж, не грешно спустить парт человеку. Конечно, способ твой своеобразный. Реакция людей, быть может, разной. Удивлена. Меня не ненавидишь. Такой меня ты больше не увидишь. Расскажешь, может, что в тот раз случилось? Нет, ладно. Что-то правда изменилось. Да не особо, честно говоря. Но за меня ты не волнуйся зря. По правде, так я вовсе не опасна. И вред лишь словом нанесу напрасным. Ко мне всегда ты можешь обратиться. Не чувствуя в душе своей дилеммы. Совсем не так твоя страшна проблема. Когда ей... Когда ей с другом можешь поделиться. Нет, не рискну поведать о судьбе. Безмолвствовать велит нелегкий жребий. Вними же сердце искренней мольбе. Не друг сейчас в душе моей потребен. Наехай с тобой, оставим в покое. Наверное, в чужое лезу дело. А коль захочешь... Стало быть моим... Стало чтоб моим... Тогда ко мне ты обращайся смело. Глядишь твою проблему и решим. Спасибо. Коль не справлюсь, поделюсь. Пока в библиотеку я вернусь. Пожалуй, хватит мне за ней ходить. Чтобы совсем назойливым не быть. Направлюсь-ка, наверное, домой. Немножко хоть самим займусь собой. Пока неспешно к домику добрел. Слегка в порядок там себя привел. Как всех уже зовет гудок на ужин. Что после променада очень нужен. Алиса в шортах? Ну это что за вид? Не порти, Славя, людям аппетит. Подходишь и ворчишь, идешь и ноешь. Зачем опять за мной на... Блять. Иду на брак. Зачем опять на связь со мной выходишь? Тебе полезней, говорю без фальши. Держаться от меня как можно дальше. Должна отстать я от тебя, подруга. Позволь спросить, с какого перепугу? С тобой мы пока еще не квиты. Твои слова и вовсе не забыты. Зато твои слова не значат ничего. Ты угрожаешь снова? Что с того? Чем подтвердить свои... Чем подтвердить свои слова делами? Способна только скрежетать зубами. Пожалуйста, не надо провокаций. Закончить день бы без враждебных акций. Не бойся, я сама оплод порядка. Ведь знает, воевать со мной не сладко. И поведет себя вполне прилично. Поддержит снова имидж свой привычный. Но ты на это не надеешься лучше. Ведь час уже твой близок зылополучный. Скажи ей, чтоб ко мне она не лезла. Уже не так-то стало безмятежно? Теперь меня в защиту призываешь? Не как ты за нее? Смотри, как знаешь. Никто таки не ответил, почему Алиса в шортах. В столовой необычная картина. Нам вместо вилок всем раздали ложки. А ложки этих жареной свинии. В объятиях зеленого горошка. Саманта не особо удивилась. Ко всякому уже приноровилась. Сойдут и ложки. Мы же не царицы. Всех с праздником. Тюремных день традиций. Сегодня день Вильяма Шекспира. И пьеса. Чем не повод нам для пира? Бачу, Шекспир. Ведь даже ходят слухи. Он бездарь был. Успешный в показухе. И тексты вышли под пиром чужим. Тем гением был некий аноним. С чего ты взял, что он был... Что сам он был... Блять! С чего ты взял, что сам он был фальшивкой? Он сделал в имени своем ошибки. Не слыхано для мастера такого. Должно быть, нам подсунули другого. Но ведь Шекспир... Всего одно лишь слово. Что автора тех пьес обозначает? Ну, обзовешь ты... Его-то кличкой новой. Что это для тебя вдруг поменяет? Сей парадокс несложно разрешим. Воспринимай... Воспринимай его как псевдоним. Али ошибался мастер ради смеха. Ходили ведь и шутки среди знати. Когда-то шутка плохо обернулась. Кое-у-у-кого фантазия проснулась. Кто знает, до чего она дойдет. Сто лет спустя кто правду разберет? О прошлом, кстати, что же я сижу? Свой старый слайд сейчас вам покажу. Но покажет она уже в следующий раз. Потому что сегодня выпуск заканчивается. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok